Доброе утро, дорогие братья и сестры и сочувствующие. Продолжаем сегодня 10 главу 1 Коринфянам. Итак, с 25 стиха. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия и совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия и совести. Но если кто скажет вам, что это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее». Ну, здесь Павел уже после того, как он устанавливает некие принципы, дает практические рекомендации. Практические, конкретные, понятные рекомендации. «Итак, все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия и совести». Ну, здесь, я думаю, многие могут выдохнуть. Вот. Или могли выдохнуть в то время. То есть, правда в том, что на самом деле Господня земля и все, что наполняет ее. Понятное дело, это цитата из Псалма. Говорят, что, ну как, сам не слышал, но верю тем, кто исследовал Библию, тем, кто знает традиции и так далее. Говорят, что эту фразу евреи повторяли во время молитвы за еду. «Окей, хорошо, пусть. Пусть будет так». Мы видим, что на самом деле все, что наполняет землю, Господне. И как-то вот бояться чего-то, опасаться и так далее, не надо. Вот. Другое дело, что немножечко лирическое отступление, да. Некоторые люди используют эту фразу, ну я лично слышал, как оправдание тому, что можно покупать все, ну без исследования, вот не в религиозном смысле, а просто в практическом смысле. То есть, например, не выясняя, что за производитель, несмотря на дату производства или там дату окончания, на срок годности, там, как бы, все. Но здесь же написано, все, что вам предложат, ешьте без всякого исследования. Ну и как бы, и все. То есть, ну вообще стих не об этом. Я думаю, что те, кто когда-нибудь, те, кто однажды в жизни потравился каким-нибудь некачественным продуктом, они будут очень внимательно смотреть на даты окончания срока годности и на там свежести, на производство, и будут там кусок от куска отличать, там, заветренные не возьмут, ну и так далее, так далее. Я думаю, что здесь, конечно же, ну практически рекомендации, но все-таки религиозного характера. Без всякого исследования имеется в виду, не выясняя, откуда это мясо, было ли оно привезено от какого-нибудь фермера, который слыхом не слыхивал о никаких храмах и идолах, ну я шучу, конечно. Либо это было сначала посвящено идолам и потом вытащено из этого капища и продается теперь на рынке. Вот это исследование не нужно делать. То есть, в простоте, как бы в спокойствии приходят, приходят, ну вот люди приходили на рынок, брали мясо и шли домой. И все, и не выясняя, вот, что там и так далее. Обратите внимание, что здесь, да, все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования. То есть, Павел говорит, ну вообще без проблем. Ну нормально, мясо есть мясо, что о нем тут говорить. Вот, 27 стих. «Если кто из неверных позовет вас и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия и совести». Здесь тоже, я думаю, дополнительный такой момент – это доброе свидетельство. То есть, люди, не задавая вопросов, ну просто отмечая у себя в голове, будут видеть, что, ну, рядом с ними не какой-нибудь там религиозный фанатик и так далее. С ними рядом адекватный человек, который не боится брать там какое-то вот… Ну, они же понимали, все понимали, что все понимали, откуда это мясо и так далее. Тем не менее, я думаю, что если эти люди, я имею в виду неверующие, приглашая верующего, зная, кто он, зная его отношения ко всему, предлагая ему мясо, ну, будут видеть, что они вообще не шугаются и не прячутся от этого мяса. Извините меня, не бегут от него, как черт от ладана. То есть, ну, они же будут видеть, что человек адекватный, человек нормальный. Вот. Может быть, даже вопрос возникнет из-за этого. А что это? Вот ты же знаешь, откуда это мясо. Что ты не спрашиваешь или там не отказываешься? Я думаю, что это будет добрым свидетельством сказать, что… Ну, а в чем проблема? То есть, все Господне и все. Не знаю никаких ваших идолов. Ем, что предложат из уважения к вам и так далее. Ну, оговорочка здесь, да? Но если кто скажет вам, что это идоложертное, то не ешьте ради того, кто объявил вам. И ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Мы видим, что есть оговорочка. А вот если кто-то заморачивается, если кто-то объявляет, вообще-то, это идоложертное. Вот. И здесь я так понимаю, что… Ну, это для тех людей, действительно, которые заморачиваются. Для которых это по каким-то причинам еще остается важным. Вот. То есть, мы видим, что ради того, кто объявил вам. Ради совести. Ну, дальше Павел объяснит, что это за совесть. Об этом поговорим попозже. Но вот мы видим опять, что Павел, давая вот эти практические рекомендации, предлагает быть все-таки чутким, тактичным к тем, кто рядом с нами. Обратите внимание, что каждый раз, уже три раза, Павел использует один и тот же аргумент. Для разных ситуаций совершенно Павел использует один и тот же аргумент. Господня земля, и что наполняет ее. Но только получается, что он вкладывает в нее каждый раз разный смысл. Первый раз он говорит Господня земля, и что наполняет ее. Потому что, ну, ешьте без всякого исследования. То есть, это все Господня. Что переживать? Вот. А, извините, второй раз, что я тут говорю. Второй раз. А второй раз он говорит все. Вот, ну, вот если вам объявят, что это идоложертвенное, ешьте без всякого. Ой, то не ешьте. Ради вот этого человека. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. А здесь мы уже понимаем, что Павел вкладывает такой смысл, что Господня земля. И Господь видит все дела, которые делаются на ней. И мы, и нам важно, нам важно поступать таким образом, чтобы угождать Господу. Чтобы поступать по любви к тем людям, которые окружают нас. Потому что Господня земля, и что наполняет ее. То есть, он видит все дела, и он будет, ну, в общем, он с нами тоже. И он следит за тем, чтобы люди поступали все-таки по любви. Вот. Поэтому, дорогие братья и сестры, вывод такой, что если все нормально, если никто ничего не говорит, никто ничем не смущается, все едим, все пьем, никаких проблем. Если какой-то, ну, я так понимаю, что это все-таки о верующих говорится. Вот. Хотя здесь не написано. Но если кто скажет, там, это идола жертвенная. Вот если кто-то заморачивается, то можно сказать, ну, хорошо, я не буду есть. Как Павел говорил, не буду есть мясо вовек. То есть, хорошо, не буду есть. Если для себя это проблема, я ради тебя не буду это делать. То есть, Павел согласен поступиться своими, там, какими-то принципами, правами. Ну, в смысле, не основополагающими принципами, а вот этими, что там, да какая ерунда. Это все эти предрассудки, суеверия и так далее, там, ешь уже, вот, и так далее. То есть, если человек, если для человека это проблема, Павел готов поступиться вот своими принципами, да, своими правами, своими удовольствиями и так далее. То есть, мясо все любят и так далее, но Павел готов от этого отказаться ради того, кто рядом. Ну, пожалуй, все, здесь все понятно в этом отрывке. Дальше не пойдем, дальше уже будут принципы прочие, вот, объясняющие. Отец наш небесный, благослови, пожалуйста, сейчас нас, научи нас различать, когда нам нужно поступать. Одним образом, когда другим, дай нам мудростью в поведении, вы прославлените своим Иисуса Христа. Да благословит вас Господь. Спасибо. Спасибо.